Привет! Это вторая часть нашей беседы с Гришей о цифровом рабстве, о информационном психозе, а также мы тут поговорим о социологических проблемах, о литературе, музыке и прочем. Сэм, ты рассказал прекрасную историю, но я просто математически абстрагировал. Бывают, когда тебе платят большие деньги за то, что ты доносишь информацию через YouTube, ограниченному числу, но очень нужных людей. Ты можешь сделать ролик, а потом тебе скажут, что этот ролик сделать закрытый подкаст, кому-то снять, и этот ролик будет очень важен. Если этот ролик влияет на умы человеческие, то он может быть важнее стратегической баллистической ракеты. Совершенно верно. Вот мы с тобой сейчас договоримся до чего-нибудь, а товарищ майор это доложит товарищу императору, и он сделает то, что мы скажем. Я тебе могу сказать, что у меня, я не плачу ничего, у меня сейчас безграничный зум. Мы сейчас можем говорить 10 часов. У меня есть два зума на мое имя, на Сэм Зилман и Сэм Зилман. Ты знаешь, я играю. Там, где у меня тот Сэм, там 30 минут, а там, где у меня этот Сэм, безграничный зум, а я ничего не плачу. Ты разговариваешь с нужными людьми, и поэтому платят, чтобы по этому всем смотреться. Это и есть оплата. Это мы сейчас вот как раз вернемся к вот этим вот криптовалютам. Ты посмотри, как мы ходим по кругу, и мы вроде как выбираем одну тему, но мы так широко ее, мы ее знаешь, как колоду карт, как цыганка Аза разбросала вот эту колоду карт. А потом она сидит за твоими глазами и за твоими движениями, и она пальчиком, о, валет трифовый. А тебе валет трифовый ничего не говорит? Да, у меня валик есть друг, он трифовый, у него такие волосы трифовые. А, у него жена, а, у него жена Оля, вот, блондинка, дама. Да, да, откуда ты знаешь? А дети у них Вася и Петя. Да, откуда ты знаешь? Понимаешь? И так оно пошло-поехало. Ну, начали мы с памятников, так все-таки стоит кто-то за памятниками или нет? Ну, понимаете, в чем дело? Мы с тобой уже видели неоднократно сценарий, например, на Украине тоже, или в Украине, как правильно сейчас говорить, я не помню. Имеет значение, а в Римской империи, а в Римской империи, что не ломали памятники? Точно так же ломали, это признак. Но вот я тебе должен сказать, что помимо ломки памятников, сейчас сожгли магазин фантастической литературы, самый крупный в США. То есть был погром... Это ты мне открываешь глаза. Это где такое произошло? В США уже видео есть. Был самый крупный, Анкл Хьюго он назывался, дядя Хьюго. Анкл Хьюго это самый крупный магазин фантастики, его сожгли. Почему это? Я проверю этот факт, я проверю этот факт, потому что иногда ты делаешь вбросы, и ты их до конца не просматриваешь. Но дело в том, что в данном случае я думаю, а это был единственный магазин или это сеть магазинов? Точно скажи мне. Ну там была сеть магазинов, а это... Если у вас сеть магазинов, а сожгли один магазин, я тебе как бизнесмен сразу говорю, это акции. Это чтобы люди начали ходить в эти магазины. Поэтому ты мне сказки не... Давай не будем эту тему. О бизнесе мы сегодня не говорим, хорошо? Хорошо. Это то, о чем... О, это именно хорошо, ты отлично подкинул, спасибо. Потому что я говорю, вот так вот сброс идет. Этот сброс работает на 99% на дурачивание людей. И только 1% из, так сказать, зрителей или слушателей копает глубоко и находит корни для чего и почему это сделано. Из этого 1% может быть... Из 1% может быть только 10% из 1%. Если 1% превратить в 100%, то только 10% докапываются до истины. И при том вот эти 10%, которые докапываются до истины, иногда... Во-первых, их никто слушать не будет, если они раскроют эту истину. Во-вторых, они понимают, что за ними следят. И следят за теми, кто за ними следит. Я вернулся в эту... Merry-go-around называется карусель. Merry-go-around. И вот, благодаря нашей беседе с Гришей, я открыл для себя факт существования такого магазина, который называется Uncle Hugo, и рядом с ним Uncle Edgar. Хозяин один, и эти два магазина продают мистическую и научно-фантастическую литературу. А также там много есть артефактов интересных. Магазин находится в городе Миннеаполис. И именно там, где был убит Флойд. К несчастью для хозяев магазина. Потому что их магазин явился, как бы, жертвой фетиша. На этом фото вы видите, как выглядели эти два магазина. Буквально пару недель до того, как они сгорели. А вот так этот магазин выглядит сейчас. И вот я решил сделать свое частное расследование, что же действительно произошло с этим магазином, и деталей узнать. Потому что, как я уже сказал, все надо проверять. У меня ушло три часа на расследование, и вот что я в действительности узнал. Что в интернете, на гугле, нету ни одного видео, где действительно можно детально увидеть пожар. Хотя есть всего несколько фотографий. Это тоже немножко меня так настораживает, потому что там же были люди вокруг. Но я вижу результат, что здание разрушено. Из моего опыта я знаю, что в бизнесе бывают разные чудеса. Вот здесь, недалеко от меня, был старый итальянский ресторан в старом здании. И он сгорел. И люди говорят, что он не просто так сгорел, а хозяин получил страховку и построил новый. Ну, не буду передергивать события, а покажу вам сейчас, как выглядел этот магазин 8 лет тому назад. И представлю вам хозяина этого магазина. Вот такой пожилой американец. Он рассказывает, что Анкл Хьюго, это первый в Америке магазин sci-fi, то есть научной фантастики. А рядом, в 80-м году, он же построил Анкл Эдгардс. Это магазин мистической литературы. У них в продаже была уникальная литература. Некоторые книги, очень маленькие тиражи, были такие вообще уникальные единичные книги. Они эти книги продавали во всем мире. То есть онлайн они продавали во все страны мира. И те люди, которые тратили в магазине в течение трех месяцев более чем 40 долларов, то получали еще дискаунт, скидку. Поэтому бизнес был хорошо построен, и были уникальные книги даже с подписью авторов. И вот настала трагическая ночь с 29 на 30 мая этого года. Один из друзей хозяина магазина, через две недели после этих событий, поставил вот это видео. И здесь у него идет рассказ, как это все происходило. Что были группировки, как он говорит, антифа. Но это же неизвестно, это были антифа, или это были черные люди, белые люди. И практически никто их не сфотографировал. Но он сказал, что в три часа ночи ни одного полицейского на улице не было. Он рассказывает, насколько уникальный этот магазин. Что некоторые люди сдавали на комиссию свои книги, какие-то старые, интересные, научно-фантастические. А некоторые люди просто дарили свои книги. Далее он выражает свое большое возмущение, просто негодование. Под этим событием, этому пожару, и как вообще все это происходило. И почему ни полиция не защищала, хотя магазин был на сигнализации. Почему вообще был сожжен этот магазин. И просто он считает, что это не люди, это отморозки сделали какие-то. Какие же они мирные демонстранты. И почему нужно было спалить именно этот книжный магазин. Вот и у меня такой вопрос. Почему государство не защищает бизнесы. Ведь бизнесы же платят большие налоги. На все. На полицию, на государство. И какая-то ошалевшая банда нападает на семейный частный бизнес. И люди остаются просто бедными нищими. Хотя собирали эти деньги всю жизнь. И вот автор этого видео начинает рассказывать, как хозяин увидел руины своего магазина. Как он увидел, что там происходит. Ранним утром 30 мая он туда пришел и увидел, что практически весь магазин залит водой и в дыму. И в части помещения крыша упала на пол. То есть восстановлению не подлежит. И все это хозяин описал на своем веб-сайте и на фейсбуке. И обратился к людям за помощью. А буквально через несколько дней он узнает, что некий господин Алексий Вальдерберг, который живет в штате Нью-Джерси, то есть примерно там несколько тысяч километров от того места, где находится его магазин, на веб-сайте, который называется GoFundMe, начал собирать деньги в пользу Погорельца. То есть в его пользу. Но имя хозяина этого веб-сайта, который собирал деньги, не указывалось как имя самого хозяина. Тогда он обратился к этому собирателю. И этот господин Вальдерберг передал все счета хозяину и извинился, сказал, что он сделал неправильно. Но он говорит, я не собирался никаких денег у вас забирать. Вот я вам собрал 20 тысяч, он их отдал. А на сегодняшний день уже собрано 140 тысяч. Вот такая интересная метаморфоза. Это то, что я предупреждал, что без расследования нельзя делать никаких выводов. Мало того, хозяин сообщил, что страховая компания ему возместит 90% убытков. Что само по себе и неплохо. Все зависит, в каком состоянии у него документация. Потому что и инвентарь у него была очень сложная, там единичные книги. А сам я был здесь в Америке 15 лет в бизнесе. Тоже в таком магазине я имею в виду. Вообще-то я в общем-то в бизнесе здесь 30 лет. Еще и с 1986 года занимался бизнесом, так сказать, кооперативом. Поэтому я в курсах. В общем, ситуация такая, что деньги они получат. И не так все плохо. Одно единственное плохо, что потеряно столько книг, которые бы могли принести пользу. А теперь давайте подумаем. Книги-то в основном метафизические, фантастические. А может быть в этом и есть сама, так сказать, разгадка этой загадки. Вот я с Гришей этот вопрос постараюсь обсудить в дальнейшем. Потому что Гриша еще не знает, что я сегодня ночью. Я ночью делал это расследование. В общем, вы понимаете, что тут не все так просто. Поэтому нельзя сразу принимать никаких решений по любой информации. Но не каждый человек имеет такую возможность заняться расследованием, как занялся я. Во-первых, у людей нету знаний таких. Во-вторых, у людей нету, может быть, технической такой возможности. В-третьих, люди, может быть, не знают так английский язык, как знаю я. В-четвертых, люди не были 30 лет в бизнесе в Америке, так как я. А даже если они, может, были в бизнесе, то это был магазин в интернете, а не магазин на улице. Вот у меня был магазин, вот такой, как у него, примерно, помещение. И мне тоже, без даже революции, у меня два раза ломали витрины, это были цыгане. И они просто-напросто вытаскивали джинсы Версачи из моего магазина. А полиция проезжала через 45 минут. Вот такие дела. Поэтому мы опять возвращаемся в цифровое рабство. Это правда. Сэм, позволь, я расскажу историю. Дело в том, что возможность сжигания магазина – это действительно рекламная акция. Но выглядит она очень символически. Почему? Фантастика – это наши мечты о будущем. Толпа сожгла, уничтожила наши мечты о будущем, светлом, космическом, где мы заселяли другие планеты и летели как звездам. Понимаешь? Толпа не хочет этого, да? Толпа хочет, чтобы получать... Ты романтизируешь. Нет. Да. Толпа обычно, конечно же, очень любит полить книги. Спалили самую главную библиотеку мировую, которая была самая какая первая большая библиотека, в которой были знания всех народов древних миров. Где она находилась, эта библиотека? Александрийская библиотека знаменитая. Да, 2000 лет тому назад была спалена Александрийская библиотека. Так что уже говорить дальше? И все полили, и французы полили, и немцы полили, и поляки полили. Все полили. Все полили. Полили и продолжают полить. Вот. Поэтому все-таки давай уйдем все-таки. Я понимаю, что ты сказал. И я с тобой согласен, там палка о двух концах, но конец, о котором я говорю, бизнес-конец, он больше и толще, чем тот конец, который ты говоришь, что люди из ненависти к будущему. Во-первых, будущее каждого в голове свое. И когда фантасты в виде книг, или в виде музыкальных произведений, или в виде художественных произведений, как Дали, например, или они приносят это будущее и показывают людям, то опять-таки палка с двух сторон. Либо человечество это полностью отрицает и убивает создателя, либо человечество начинает восхищаться тем, чего оно не понимает. А начинает понимать примерно, например, как через 200 лет. Так как это случилось с Шопенгауэром. Когда мама Шопенгауэра была знаменитая писательница европейская, и была подруга Геоты, и она даже Геоты финансировала, потому что папа у Шопенгауэра был банкиром, мама получила деньги после смерти папы. То она все время давила на сына и говорила, что ты должен быть банкиром, ты не должен быть философом, не занимайся ерундой. А Шопенгауэр ей 200 лет тому назад сказал, что через 200 лет тебя будут знать не как писательницу, а тебя будут знать как маму. Меня. Я не знаю, зачем я это рассказал. А, я понял, почему я это рассказал. Как люди делают идолов. Опять-таки, этот самый Шопенгауэр сейчас вроде как идол. Но толком ты мне скажи, вот из твоего окружения айтишников, которые якобы должны быть широко образованные люди, они что-нибудь серьезно знают о жизни Шопенгауэра и его работе. Это интересно. Мы все время возвращаемся, мы, смотри, мы ходим по кругу и возвращаемся к цифровому рабству. Сэм, я тебе скажу по секрету, что они не знают не только Шопенгауэра. Как я преподавал перед молодыми людьми, которые был главриат и магистратуру заканчивали. И оказалось, что они не только Шопенгауэра не знают, они не знают даже Бальзака. У них абсолютная брешь в классических знаниях. Они могут назвать тебе всех героев замысловатой компьютерной игры, которую ты даже не слышал. Ты, например, не знаешь никакого Дюк-Нюкена, они знают... Самая первая их книга настольная, с чего они начинали, это Гарри Поттер, я думаю. Гарри Поттер это для них как Библия, я думаю, да? Или нет? Я думаю, Гарри Поттер и Властелин колец и много подобных книг. Но классическую литературу они не изучали. Возможно, это делается специально. Вытесняется классическая литература и их учат... О! То есть создано поколение компьютерных манкуртов. Вот, 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 вот. Ты видишь, я же не знал, куда мы придем. Вот, вот, куда мы пришли. У них нету культурного пласта. Нету культурного пласта. А раз большая группа молодых людей, которые так или иначе в руках имеют сложную инструментарий, которые управляют этим миром, во всяком случае, они помогают каким-то группировкам технически управлять этим миром. Технически. Они как инструменты помогают. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас фразу попробую выразить. Значит, они как инструменты. Они как hardware. Они hardware, software, whatever. Они уже не люди. Они hardware и software. Кто-то hardware, кто-то software. И они в руках управленцев, группировок, каких-то нескольких группировок. И они не должны быть культурными. Компьютер не может быть культурным. Компьютер может быть с большей дейтой или с меньшей дейтой. С большим объемом возможностей. Функциональные возможности. Функциональные операции. Значит, если компьютер один делает больше операций, другой делает меньше операций. Это набор команд стандартных. А им не нужен культурный уровень. Вот куда мы пришли. Гриша, я попытаюсь сейчас молчать. Я хочу, чтобы ты говорил, говорил и говорил. Плес. Сэм. Сэм. Ты посмотри, сколько мы уже... Мы подошли к сложным теме. Мне придется вспоминать Станислава Лема и его очень сложные книжки. Я не знаю, читал ты Станислава Лема или нет. Но это очень... А как ты думаешь? Я думаю, ты его не читал. А из чего ты делаешь такие выводы? Вот давай все-таки... Потому что ты сейчас пересказал мне содержимое книги «Футурологический конгресс». А ты эту книгу не читал. Конкретно именно эту книгу я не читал. Но я читал очень короткие фразы Станислава Лема. Притом я читал в возрасте 18 лет, 20 лет. В том возрасте, когда все очень живо воспринимается. И вот для меня Станислав Лем был как ракетоноситель. Он меня вынес на другие уровни познаний. А то, что я не читаю толстые книги никого, ни Платона, ни Аристотеля, ни Станислава Лема, ни даже Шопенгаура и Ницше. Единственное из Ницше, что я прочитал сначала до конца, так говорил Заратустра. Притом я эту книгу прочитал три раза. И три раза я ее по-разному понял. И если бы я ее сейчас опять четвертый раз, я бы ее опять... Но дело в том же, у меня такое ощущение, что я хочу эту книгу продолжить. А потом я думаю, если я продолжу эту книгу, со мной произойдет то, что произошло с самим Фридрихом. Что я начну защищать какую-то лошадь и сойду с ума. Хорошая история. Моя жена и моя дочка родились как раз в год лошади. Вот я их защищаю. Себя я уже даже не защищаю, потому что, ну, я на автомате себя защищаю. А я должен их защищать от этого сумасшедшего общества. Понял, да? Да, хорошее слово. Теперь меня в двух словах... Да. Я никак не могу... Ты меня все время возбуждаешь. Ты как кислотой на щелочь. Ты как... Я возбуждаю... Именно интеллектуальное возбуждение у меня происходит. Я не могу молчать. Спасибо, Гриш. Да, продолжу про Станислава Лем. Так вот, Сэм, я тебе хочу сказать, что Станислав Лем, он описывал довольно сложные изменения в нашем обществе. То, что ты сейчас рассказал, это практически из людей делают биологических роботов, биороботов, да? Они стирают культуру и заменяют их культуру своей культурой. Основанный на персонажах. Волшебник Гарри Поттер. Волшебник, значит, Властелин Колес, там одни волшебники, да? Плюс показывают, какие у нас сейчас смотрят сериалы, да? Это Война Престолов, где тоже все волшебники, летающие драконы, они заменяют культуру своим пластом. То есть они занимаются тем, что подкладывают свой культурный слой. И люди воспринимают окружающий мир как сказку. Они хотят волшебства, они хотят фантастики. Им говорят, давай сделаем волшебство. Все вместе подпрыгнем, это будет флешмоб. Флешмоб сродни волшебству. Один человек пишет фразу, и все вокруг делают. Один человек говорит... Фраза простая. Буквально пять лет назад, эта фраза, знаешь, как называлась? Кто не скачет, той москаль. Помнишь? Ладно вовремя придумать фразу. Кто не скачет, той москаль. В Америке сказать фразу, давайте сделаем Америку великой опять. Чему опять? Опять, это значит, идти назад. Куда идти? Куда идем? Куда идем мы с письмом? Это то же самое, сказать, давай раскрутим историю вспять. Так оно и есть. Получается так, что если мы сделаем Америку великой опять, значит, в это время все остальные государства мира должны остановиться в развитии. Потому что, если они не остановятся в развитии, то как мы можем опять стать великими? Мы можем стать великими, когда мы будем жить в гармонии со всем миром. И если у нас в оркестре сам, мы в оркестре все, мы живем на одной круглой планете, которая называется Earth, Земля. По-английски Earth. Да-да. Я сразу даю уроки английского языка бесплатного. Когда мы находимся в оркестре, а я когда был маленький, там 14 лет, я играл на тромбоне. Почему я любил тромбон? Потому что это громкий очень инструмент. Вот. И когда я играл, все у меня было хорошо, очень талантливо. Но когда я играл в оркестре, я обязательно должен был, вот как я кричу сейчас, Оксана мне всегда говорит, что ты кричишь? Ну я глухой, поэтому я кричу. Вот. Тогда я не был глухой. Но я обязательно играл или на полтона, или на целый тон выше всего оркестра. И в конце концов меня выгнали с этой музыкальной школы. Я ее не закончил. Не выгнали, а просто сказали, ты не можешь играть в оркестре. А тромбон, это не тот инструмент, который соло. Есть соло на трубе, есть соло на саксофоне. А тромбон, это не сольный инструмент. Почему я его выбрал? Потому что он громкий. Да. Так вот, Америка выбрала себе тромбон, Россия себе выбрала барабан, Китай себе выбрал, тоже там, целую кучу ударных инструментов. Вот. И они все, кто громче, кто громче, и не получается этого оркестра, не получается этой гармонии. А цифровое рабство может помочь создать гармоничный оркестр? Мы возвращаемся к нашей теме. Ну, я могу ответить вот что. Значит, дело в том, что, если мы берем любой оркестр, нас есть, начнем с того, что в классическом симфоническом оркестре есть две рассадки. Есть американская и европейская рассадка. Она отличается тем, где скрипки сидят, как ты знаешь, да? Скрипки могут быть слева, Я, честно, Гришенька, не знал, что у тебя знание в этом. Мне очень приятно. Честно, я уверен, что 99% айтишников не знают, как рассаживается симфонический оркестр и вообще из каких инструментов он состоит. Правда, они не знают? Я думаю, что да. Я просто люблю Вагнера, и поэтому я знаю, как по-разному звучит. Ты фашист! Ты настоящий, вот это ты цифровой фашист. Раз ты любишь Вагнера, значит, ты цифровой фашист. Об этом еще сказал мой любимый Фридрих Ницше, и он был другом Вагнера в течение трех лет, пока он не узнал, что Вагнер это классический антисемит. А будучи немцем, благородным немцем, интеллектуально высоким, Фридрих Ницше не терпел антисемитизм. Он не был за евреев, он не был против евреев, он считал, что людей надо определять по их разуму. А вот Вагнер, будучи великим человеком в музыке, ненавидел просто евреев. А я копнул, почему он ненавидел евреев. Из ничего ничего не бывает. Он ненавидел евреев именно потому, что Булгаков ненавидел евреев и подобные люди. Значит, так или иначе, с разными великими людьми происходят какие-то стычки на профессиональном уровне. И если взять профессиональный уровень Вагнера, то у Германии, в Австрии было очень много композиторов, евреев и музыкантов, высоких талантов. И, конечно же, он был с ними в конкуренции, за что он должен их любить. Точно как Гитлер, будучи неплохим художником, неплохим. Были евреи, художники лучше его. И, конечно же, это было первое такое. Потом девушка, которая полюбила еврея, а его откинула. То есть, вот эта ненависть, она появляется на бытовой почве. Я слушаю тебя про Вагнер. Я все время, я благодаря тебе такие истории вспоминаю. Я не говорил на эту тему 30-40 лет. Можешь себе представить? Честное слово. Спасибо. Да, это удивительный факт. Так вот, дело в том, что Вагнер, он у разных дирижеров звучит по-разному. Например, у Караяна он звучит... Я так и сказал, что ты первого скажешь Караяну, да. Да, да. А у Гергиева он звучит совершенно по-другому. Я, знаешь, я в Питере ездил. Это примерно как же для его предшественника, который в 1933 году любил эту музыку. В 1933 году один человек с небольшими усиками, как у Чарли Чаплина, был человек, у него были усики, как у Чарли Чаплина. Это не у Чарли Чаплина были усики, как у Гитлера, а наоборот. Вот. И вот он очень любил Вагнера в Алькарии. Вот. И, конечно же, вот у Караяна оно идет, знаете, как волна идет. А у Гергиева идет Так оно и есть. Музыка, музыка. У Гергиева совершенно давит певцов. Это же опера, а их не слышно. Понимаешь? А их и не должно быть слышно. Они должны быть просто соучастниками. Да. Значит, в любой диктатуре никого не должно быть слышно, кроме диктатора. Остальные должны быть соучастниками. И самое главное, что время от времени он поднимает руку, и в это время кто-то бьет в тарелки. О! В тарелки. Бум! 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 Ну вот я немножко на другую тему пошел. Так вот. И дело в том, что когда я слушал симфонический оркестр, я понимал, что они по-разному звучат. Я стал думать, почему оркестры по-разному звучат, узнал о рассадках. То же самое и здесь. Если мы видим дирижера толпы, один дирижер командует так, другой так. И у нас одна и та же толпа может по-разному звучать. В зависимости от режиссера или дирижера. Так вот, проблема заключается в том, что часто толпа ведет себя совсем не так. Потому что оркестр годами тренируется и слаживается. Годами. А толпа... У нас не было такого слаживания. Понимаете? Слаживание можно считать то, что они читали одинаковые книги или смотрели одинаковые фильмы. Но при таких резких действиях у нас нет слаживания толпы и мы не знаем... Слаживание толпы есть. Ты не прав. Людям очень тяжело объединиться на базе культурных ценностей. А именно, ты не можешь собрать большую группу людей, я имею в виду большую действительно группу людей, например, как 100 тысяч, чтобы они стояли и любовались картиной Ребранта, например, или Шишкина, или Репина. Ты можешь собрать группу 20 человек, они будут стоять в музее, чмокать, смокать. Честно говоря, я бы лучше пошел в лес и посмотрел бы в лесу эту картину. Ну, в смысле реально. Ну, им нравится. Мне тоже нравится, но я больше двух минут никакую картину не смотрю, я ее не рассматриваю. Я ее осознаю. И все, мне не надо стоять и рассматривать мазки. А вот толпа объединяется, когда 22 человека гоняют один мяч. И как старик Хатабыч сказал, чего они бегают за этим одним мячом, давай им 22 мяча дам. Да, помнишь, да, как старик трам-тарарам-тарарам-тарарам, понимаешь? Или толпа, например, объединяется на рок-фестивале, когда есть там талантливые музыканты, а есть просто какафония, просто орут, как будто они обкурились, обнюхались, обпились, и они просто орут, как сумасшедшие обезьяны. И толпа орет вместе с ними. Вот толпу можно всегда объединить. Там гармонии не должно быть, там гармония в какафонии. Гармония это есть какафония. Вот сейчас мы приходим к памятникам и опять возвращаемся к цифровому рабству, да? И вот в окончании второй части я хочу вам показать интересный факт, что недалеко от сожженного магазина анклов находится магазин Moon Palace Books, который на своей витрине написал, что полицию нужно останавливать и нужно любить черных, белых и всех остальных и они спасли так свой магазин. Пока. Продолжение следует.